Приветствую вас, друзья! Героем этого видео будет этнографическая карта 1919 года. На этой карте указаны территории и земли восточноевропейских народов, которые в 1919 году были зафиксированы французами. Однако следует указать, что на подобные карты в своих видео я ссылался неоднократно. В описании к этому видео будут указаны минимум две ссылки, одна из которых была просмотрена более миллиона раз, а вторая – ссылка на карту 1941 года, которая была составлена во времена товарища Сталина, и по его указанию одобрена им. И вот эта вот карта 1941 года принципиально не очень отличается от той карты, которую автор представит в конце этого видео. Если кому-то будет интересно, вы можете обратиться к указанным видео. Но сначала мы обратимся к данным самих московитов, которые зафиксированы в Ихейной Википедии. Эти данные дополняют как предыдущие карты, так и ту карту, которую автор представит вам. Первая картинка взята из российской Википедии, которая посвящена Черноморскому округу РСФСерии. Данный округ существовал, как вы видите, с 1920 по 1930 год. Вполне возможно, что в одном из будущих видео мы представим карту вот этого вот самого Черноморского округа. А сейчас автор хочет только зафиксировать, что даже по данным самих так называемых русских, в Черноморском округе РСФСерии 20-30 годов прошлого века большинство составляли именно украинцы. По крайней мере, так говорит нам перепись 1926 года. На втором месте идут так называемые русские. Но автор хочет напомнить вам, что в этом самом году так называемых русских еще не существовало. Русских в понятии национальность. Следующая картинка взята из российской же Википедии, посвящена городу Таганрогу, который до 1924 года входил в состав Украинской Советской Социалистической Республики. И как вы видите, как указывает даже сама Ихейная Википедия, в Таганрогском округе, грубо говоря, на землях Таганрогщины подавляющее большинство, как здесь написано, абсолютное большинство, составляли именно украинцы. И еще раз автор напоминает, что в 1926 году так называемых русских в понятии национальность еще не существовало. Их еще так не называли. Следующая картинка взята также из российской Википедии и представляет нам Северо-Кавказский край. Сие территориальное образование просуществовало определенное время. И карта вот этого вот самого Северо-Кавказского края представлена справа от вас. Правительство Московии по своему желанию и интересу перекраивало земли так, как им было угодно, не считаясь с традициями, жизненным укладом и этнической составляющей земель, которые сейчас находятся к югу от Украины. И здесь указывается, что вот в этом вот самом Северо-Кавказском крае украинцы, как этнос, были на втором месте после так называемых русских, не очень сильно отставая от них. Вот именно в состав этого самого Северо-Кавказского края и вошел тот самый Черноморский округ, о котором говорилось в первой картинке этого видео. Следующая картинка взята из российской Википедии, посвященной Северо-Кавказскому краю, просто мы спустились несколько ниже по тексту. И здесь нам представлен национальный состав Северо-Кавказского края, куда входит, например, Кубанский округ, о котором мы в этом видео даже не упоминали. И, как вы видите, подавляющее большинство Кубанского округа составляли также украинцы, коих было более 62%. Что же касается Черноморского округа, то и здесь на первом месте были также украинцы, кои составляли почти половину этого вот самого Черноморского округа. Нет никаких сомнений, что манипуляции с численностью национального состава административного деления в СССР производилось волюнтаристическим путем. Что хотели, то и писали, но далеко от истины они все же отходить не могли. Что фиксирует та же самая карта 1941 года, которая указана в описании к этому видео, и где показано, что даже в 1941 году земли, заселенные украинцами, были намного более, нежели Украинская Советская Социалистическая Республика. Следующая картинка. Это, собственно говоря, та карта, о которой говорил автор. На ее месте должна была быть другая карта с большим количеством картинок. Но автор решил остановиться именно на этой карте. И сейчас перед вами ее общий вид. Здесь показаны этносы Восточной Европы, которые проживали на указанных на этой карте землях. Следующая картинка. На ней вы видите дату выпуска этой карты, а именно 17 марта 1919 года. И если будет ваша добрая воля, вы можете перевести текст самостоятельно. Дабы не затягивать видео, автор не будет давать тот перевод, который я получил, пользуясь автопереводчиком. Но так или иначе, здесь речь идет именно о этносах и тех землях, на которые проживают, указанные на карте, народы. Следующая картинка показывает те самые земли, о которых говорилось в начале. И вы можете сравнить советскую брехню с тем, что указано на этой карте. Это касается как Черноморского округа, так и Северокавказского края. Так называемые русские, как тогда, так и сейчас, манипулируют цифрами, статистикой и перекраивают реальность под себя, думая, что реальность от этого изменится. На самом деле, они приобретают только большие проблемы, которые рано или поздно приведут к очень нехорошим посредствиям. Ну и заключительная картинка этого видео взята из указанной карты. Здесь мы видим земли Украины, заселенные украинским этносом на 1919 год, который был зафиксирован французами. Чуть левее мы видим надпись «Варшава и Польша». Как вы видите, польский этнос выходил далеко за границы тогдашней Польши. Особенно это видно на западе от указанных границ. Автор красным выделил границы украинского этноса для того, чтобы было лучше видно. Как уже отмечалось, в общем и целом, эта карта, как и другие представленные автором, этнические карты, которые относились к концу 19-го, начало 20-го века, говорят об одном и том же. Границы украинского этноса, то есть там, где украинская речь преобладала, были распространены далеко на восток от сегодняшних границ Украины. Кубань, Таганрог, сегодняшний Белгород, через который идут отряды орков на нашу землю, Воронеж, огромная часть Курской области, Ростов-на-Дону и далее по списку были заселены именно украинцами, а не так называемыми русскими. В столице Украины здесь указан город Киев и земля, как вы видите, называется Украина. Юг Крыма полностью заселен крымскими татарами и только степные северные районы Крыма в 1919 году были заселены украинцами. О трагедии крымско-татарского народа в советское время почти не говорили. Об этом знали только сами кремлы, но и украинский народ в 20 веке подвергся страшному геноциду. И хотя на землях сегодняшней Кубани все еще говорят по-украински, однако в большей степени это манкурты, которые считают себя так называемыми русскими. То же касается Воронежской и Белгородской областей. Манкуртами люди становятся в силу разных причин, в том числе и из-за страха быть физически уничтоженными. После голодомора, который устроили так называемые русские, пустующие земли, пришлось заселять народонаселением болотной цивилизации, которые и осели на наиболее пострадавших украинских землях. Вот эти вот манкурты и представители болотной цивилизации и принесли войну на нашу землю. Какой вывод мы с вами можем сделать из видео, посвященной этнографической карте 1919 года. Вывод первый и основной эта карта ярко свидетельствует, как уничтожался украинский народ. И если мы не хотим быть уничтоженными, как народ, как этнос, у нас не остается другого выхода, как победить так называемых русских в той войне, которую они развязали. И вывод второй. Эта карта в очередной раз свидетельствует, что этнические земли Украины были намного больше сегодняшних международно признанных границ украинского государства. На этом позвольте закончить данное видео. Оставляйте свои комментарии, если вам интересно. Подписывайтесь на канал автора, а по возможности и на патреон автора. Всего вам доброго, друзья! Игорь Негода